Эпоха кончилась, скончался первый президент Башкортостана. Снова ковид-19, что на этот раз? Приближается новогодняя комета. Всем привет, в эфире Универ Ньюса, в студии Адалина Абдрахманова. Вся республика Башкортостан потрясена новостью о смерти политика первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова. О его значении на политической арене смотрите далее. В Уфе 11 января 2023 года скончался первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов в возрасте 88 лет. Рахимов был настоящим феноменом башкирской политики. Его путь считается образцом социального лифта. Муртаза Рахимов являлся одной из знаковых политических фигур в постсоветской России. Это действительно был один из крупных лидеров региональных политических элит, которые были сформированы в начале 90-х годов. И его эффективность руководства республикой Башкортостан проявляется в том, что он бессменно 16 лет руководил этой республикой. Такая карьера, как у Муртазы Рахимова, была возможна только в СССР. Свой трудовой путь будущий президент республики начал с простого рабочего. Политик занимал должность оператора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени 22-го съезда КПСС, куда поступил после окончания Уфимского нефтяного техникума в 1956 году. За несколько десятков лет Муртаза Рахимов вырос от мастера до директора крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода. В 1990 году политика избрали народным депутатом Башкирской автономной Советско-социалистической республики, после чего он занял пост председателя Верховного Совета Республики Башкортостан. Муртаза Рахимов взял на себя ответственность за становление республики в новых реалиях постсоветской России. Представляя интересы народу в Башкортостан, он был одним из сильнейших региональных лидеров в России. Говоря о Муртазе Рахимове, возникают ассоциации в том числе и с руководством Республики Татарстан, в частности с политикой Ментимера Шариповича Шамиева, который тоже в сложные времена смог сохранить в Республике Татарстан стабильность, сохранить экономический потенциал и выстроить ровные отношения с федеральным центром. В 1993 году политический лидер победил на выборах и стал первым президентом Республики Башкортостан. Основной упор Муртаза Рахимов делал на формирование достойного качества жизни и комфортных условий для обычного населения, так как он сам был выходец из народа и знал, как живут просторабочие. Он всегда заботился о людях, тогда его и прозвали Бабаем Республики, так же, как и первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Бабай в переводе означает «дедушка». За годы плодотворной работы правительству Муртазы Рахимова удалось не только сохранить экономическую и политическую стабильность, но и создать условия для подъема экономики. Во время работы Муртазы Рахимова Башкортостан почти на равных пытался конкурировать с Татарстаном в части его социально-экономического развития. За эти 16 лет ему удалось выстроить достаточно четкие и понятные отношения с федеральным центром, с Москвой и три раза перезбираться на пост президента Башкортостана. Многие исследователи обращают внимание на то, что за период его руководства республикой в Башкортостане удалось сохранить значительный потенциал экономики, в том числе сельскохозяйственной экономики. И во многом это была заслуга в том числе и президента Башкортостана. Полномочия Муртазы Рахимова на посту президента Башкирии истекали в 2011 году, но политик решил уйти в отставку досрочно. Это заявление последовало после того, как депутаты Госсобрания Башкортостана прекратили полномочия сына президента республики Урала Рахимова, подозреваемого в незаконном присвоении и легализации акций компании «Башнефть». После досрочной отставки Муртаза Рахимов занял пост председателя Совета благотворительного фонда «Урал». За период его президентства в сложных политических условиях, когда действительно Россия переживала сложный процесс суверенизации, ему удалось сохранить в Башкортостане стабильность, не допустить эскалации внутренних противоречий, не пойти по пути каких-то конфронтаций с федеральным центром. Последние годы жизни первый президент республики Башкортостан тяжело болел. В июне 2020 года он заболел ковидом и лечился в стационаре. В июле прошлого года Муртаза Рахимов попал в больницу. С того времени состояние политика ухудшилось, а последние дни жизни он и вовсе провел на ЭВЛ. Смерть наступила из-за тромболегочной эмболии. Это внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Прощание с политиком состоится 13 января ОГКЗ Башкортостан. Алина Красильникова, Универньюз. Только минула новость о выявлении в России нового омикрон-штамма COVID-19 Кракен, как стало известно о первом случае заражения. Подробности в сюжете. 12 января в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай заражения субуариантом омикрона Кракен был зафиксирован в Пензенской области. В ведомстве также добавили, что 32-летняя женщина не была привита от COVID-19. Однако заболевание протекало в легкой форме. Сейчас Кракен очень активно распространяется. Например, в Америке в некоторых регионах уже три четверти новых случаев ковида вызвано именно этим штаммом. Иммунная система стала еще хуже его узнавать. Ну и плюс он еще лучше передается от человека к человеку. На данный момент считается, что это самый заразный из известных штаммов коронавируса. COVID-19 прочно обосновался в жизни людей, чему, конечно, мало кто рад. Граждане стараются соблюдать простые меры предосторожности. Держаться на безопасной дистанции от окружающих, носить маску, хорошо проветывать помещения и многое-многое другое. Однако одним из эффективных способов сохранения здоровья от различных респираторных заболеваний является вакцинация. Вакцинация была начата в августе месяце против гриппа сезонного. Против коронавируса мы уже прививаем с конца 2020 года. И вакцинация до сих пор продолжается. Идет вакцинация против коронавируса гамм-ковид-вак вакциной. Против гриппа ультрекс-квадри. Против гриппа мы уже вакцинацию завершили до нового года. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, дом 2А. Предварительная запись по телефону 233-30-00. Празднование нового года уже закончилось, однако эта тема остается актуальной. 12 января небесное тело прошло перегелий своей орбиты. Что представляет собой приближающаяся новогодняя комета, расскажет профессор Казанского федерального университета. Испокон веков люди с опаской относились к появлению на небе комет. Но за тысячи лет наблюдения и изучения у человека сформировалось уважительное отношение к астрономии. Сейчас к нам спешит хвостатая гостья С-2022Е3. Ледяная глыба из облака Аорта, которую ранее никто не наблюдал, 12 января прошла перегелий своей орбиты. Проведя ряд наблюдений, построили элементы орбиты или модель орбиты этой кометы и определили, что она долгопериодическая комета и появляется вблизи нашей планеты раз в 50 тысяч лет. Изначально комета находилась в поясе астероидов и была принята за один из них, ведь никаких кометных признаков не было. Праздничная комета была обнаружена в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года в ходе регулярного фотографического обзора неба. Телескопы используются совершенно разные. И, тем не менее, удается многим открывать иногда даже по тысяче таких объектов каждый ежегодно. 12 января, накануне Старого Нового года, комета прошла наименьшее расстояние между ней и Солнцем. Дистанция составила порядка 150 миллионов километров, одну астрономическую единицу. На таком же удалении от Солнца находится Земля. В начале февраля комета, хоть и будет, находиться наиболее близко к Земле, но поскольку в это время наступит полнолуние, условия для ее наблюдения будут не самыми благоприятными, заметил профессор. Очень близкие объекты, просто до орбиты Юпитера, внутри, практически это астероиды. Дальше кометы. Ну, потому что, я еще раз повторяю, у астероидов, в отличие от кометы, ну, разумеется, хвостов нет и так далее, по той причине, что ледяная вот эта вот составляющая в процессе эволюции под действием градиента солнечного излучения испарилась. И там остались только глинистокаменные вот такие вот составляющие. Более благоприятным периодом для наблюдения кометы является период с 10 по 15 февраля, когда она уже будет находиться вблизи Марса. Стоит взять во внимание, что и засветка от планеты не будет способствовать необходимому темному фону. Также для наиболее выгодной наблюдательной позиции просмотр кометы лучше проводить вдали от городской засветки в наиболее темное время суток. Адрина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Шоурум Высшей школы журналистики посетили представители Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в рамках КФУ «Лайф». Какими были самые часто задаваемые вопросы, смотрите далее. 12 января в Казанском федеральном университете стартовали прямые эфиры для абитуриентов. Первыми в списке стали представители Института геологии и нефтегазовых технологий. От лица Института на КФУ «Лайфе» присутствовали директор Института Данис Нургалиев и заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Терехин. Геологи всегда должны первыми идти, открывать месторождения и все открывать. И нефть, и золото, и алмазы, и все, что угодно, все, что нужно. Самыми интересующими абитуриентов темами стали, на какие направления появились бюджетные места и в каком количестве. Также будущих студентов тревожит вопрос проходных баллов и какие предметы нужны для этих. Напомним, что КФУ «Лайф» проходит в официальной группе ВКонтакте и на площадке Zoom, где абитуриенты смогут задать интересующие вопросы, касающиеся поступлений. Расписание КФУ «Лайфов» можно посмотреть на официальном сайте Казанского федерального университета. Ну а в следующий раз на вопросы будущих студентов ответят представители юридического факультета. Трансляция состоится 16 января в 16.00. В музее астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета 13 января пройдет лекция «Солнцеворот» и «Новый год». На лекции расскажут, почему в сутках 23 часа 56 минут, а не 24 часа ровно. А также покажут старинные астрономические инструменты и телескопы. Для бронирования мест обращаться по телефону 8 986 907 56 27. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok